Привет, ребят! Сейчас на ютубе запустим эфир. И начнем. Мы вчера с вами говорили о, что такое зубы, зачем они нам, да, и достаточно много вопросов было на эту тему. Ну, и в личку мне написали, и на ютубе написали тоже, что хотели бы более раскрыть эту тему. И вчера я ее не совсем раскрыла, потому что постоянно прерывался, то на инстаграме прерывался, то у меня телеграм он подглючивал. Но я все время мысли теряла, и мне так неудобно. Мне желательно, чтобы я уже сказала, а потом, если нужно, ответила на какие-то вопросы. И я бы, наверное, хотела сразу же начать, потому что у нас, возможно, будет такой получиться небольшой, такой коротенький эфир. Зубы. Меня многие спрашивают, многие задают вопросы, зачем нам зубы? Если они не для еды, то для чего они нужны? И я уже давно говорила, что зубы, это... Тогда я предполагала, что они были как термометр. Наши зубы как термометр. То есть жили люди, ну, так скажем, в разных континентах географически, да? Вот. И им было необходимо как-то вымерять. И если вы знаете, наверное, ну, у большинства людей это было, что эмаль реагирует на холодное, либо на горячее. Вот. И наша эмаль изначально, она была более чувствительная. И вообще, в принципе, это сейчас она уже приспособилась к тому, что мы начали постоянно что-то жевать, что-то есть, причем со всякими добавками, да, которые нежелательны нам. Они, наша эмаль не предназначена для этих, под эти добавки. Вот. И эмаль была, она была тоньше. И если вы посмотрите, почитаете, какие-то архивы поднимите, еще что-то. Она была у разных народов, разного цвета. То есть, белая эмаль, она более тонкая. Это вам, наверное, скажет, ну, любой стоматолог, да? Вот. Она, желтая эмаль, она более восприимчивая к каким-то, ну, к чему-либо. И люди с более желтыми зубами, у них они сохраняются даже дольше, потому что эмаль там более плотная. Вот. И как раз люди, которые жили в более теплых континентах, у них белые зубы. А которые жили в более холодных континентах, у них больше такая желта эмаль. Вот. И это как раз говорило о том, что мы через зубы воспринимали погодные условия. Ну, что такое погодные условия? Погодные условия – это плотность, плотность воздуха, что ли, не знаю, как сказать правильно, плотность атмосферы, плотность эфира. При холоде и при тепле они получаются разные. И вот это вот, в этой плотности мы воспринимаем, в каждой плотности мы воспринимаем по-разному вибрации. Вот. И я уже не раз говорила, что зубы – это как приемник вибраций. Если вы были длительно на сухих днях, почему на сухих? Потому что в другом состоянии у меня это не получалось прочувствовать. У меня… Я первый раз заметила, когда я была более двух месяцев на сухих днях, тогда обостряется… То есть твой аватар, он обостряется максимально. И я заметила, что когда ты начинаешь говорить, очень сильно чувствуется, каждый звук, он как будто бы вибрирует, зубы как будто бы вибрируют. Они… Такое ощущение, что они как приемники. Вернее, они не том, что принимают, да, но вот когда ветер, например, да, вот там лесочек, он будет шелестеть там по-разному, вибрировать. И зубы у нас точно так же. Естественно, они там, как листья у нас, не летают во рту, да, но вибрация идет через зубы. И если вы точно так же поднимете какие-то там писания, какие-то книги, какие-то там манускрипты, еще что-то начнете открывать, то вы очень четко увидите, что в определенных веках, и все они были по-разному, что в принципе у царей, у королей, у них зубы практически отсутствовали, потому что там в каком-то веке, давайте я не буду, чтобы уже точно не соврать, то есть в каком-то веке там, в один век там было такое, что они употребляли там такую-то воду, такая-то вода была, разрушались зубы, эмаль разрушалась, зуб незащищенный, он разрушался. Потом в определенное столетие там была мода, то есть у кого были черные зубы, значит, у них есть сахар, значит, они богаты. И вот всякие вот такие вот прибамбасы были, да. И именно если мы посмотрим, то как раз с королей разных регионов, то есть еще раз говорю, что в каждом регионе у нас разная плотность климатическая, вот, и в разных регионах климатических получается, что разная пища, разные вибрации, разное еще что-то, и у разных царей, королей отсутствовали разные зубы, то есть у одних там шестерки, пятерки, у других там передние зубы вываливают, то есть каждый зуб, он выдает определенную вибрацию и точно так же отвечает за определенный орган, то есть наши органы дают, очень хорошо соединяются с зубами, вот. И, конечно же, в каждом регионе под определенную пищу что-то выходило из строя, и эти зубы вываливались. И именно в те столетия как раз у нас пошло искажение языка русов, да, то есть вот это вот одни, изначально все мы прекрасно знаем, что был единый язык, да, и от разных народов получались разные искажения одних и тех же слов. То есть сестра, когда не было там определенных зубов, да, там пошел сестер, там брат, братер, вот. И очень много-много-много вот таких вот примеров. Если вы покопаетесь, вы это увидите, то есть у нас сейчас как бы не про русскую речь, да, а про зубы, поэтому я на это долго зацикливаться не буду. И зубы нужны именно для вибрационной, для вибрационного принятия и, самое главное, отдачи вибрационной. Слово. Что такое слово? На самом деле слово – это не то, что мы слышим, а то, как мы произносим, то есть правильное произношение какого-либо звука, оно дает вибрацию над того человека, с кем ты общаешься. И это очень ярко и очень четко начинает чувствоваться, если вы это знаете и начнете обращать на это внимание. Вы, наверное, многие слышали о том, что не обязательно даже сказать какое-то слово. Каждое слово – это шифр. Если мы будем разбирать, копнем еще дальше, еще за королей, за царей, копнем туда, то мы очень четко будем понимать, на самом простом примере, как некоторые говорят, почему молитва помогает. Потому что молитва – это, особенно молитвы, которые от наших там прабабушек доходили, это четкая очередность слов, которая дает определенный шифр, который влияет на нашу ДНК. Почему раньше то поколение, не наше, к сожалению уже, почему бабушки, прабабушки особенно, очень четко, когда кто-то болел, они заговаривали. Заговаривали там ячмени, заговаривали пупочные грыжи, там еще какие-то грыжи, заговаривали какие-то болезни, потому что им передалось, из поколения в поколение, им передалось, что за каким словом стоит, чтобы создать определенный шифр, который будет влиять на вибрационную молекулу, нашу. И именно поэтому зубы так важны. Еще почему зубы, почему вибрация? Наверное, многие тоже это слышали, да, что в 80-е, в 80-е, 70-е, 80-е годы, когда у нас очень, так еще информационное поле, оно было такое, не сильно выраженное, да, и поэтому какие-то моменты удавалось очень хорошо скрыть. И те люди, которые работали, так скажем, в правительство, да, они там выбрасывались из окон, там еще что-то у них там происходило, происходили какие-то моменты такие, которые вроде бы все хорошо, что такое случилось, почему человек там с собой покончил, тем более вот вроде бы как бы успешно, там еще какие-то у них моменты были. И когда до нас доходило, то есть до информации, когда что, то многие понимали, что это проходило там через какой-то сигнал, то есть и сейчас это тоже есть. Например, там берешь телефон, да, в телефоне идут не слова, а какие-то там и все, и человек все, он становится, его переключили на определенные действия, на уровне вибраций, то есть у нас же вибрации есть еще в ухе, мы же слышим, что такое барабанная перепонка, она нам передает сигналы именно через вибрацию, то есть у нас слух идет через вибрацию, и когда вот эти вот слуховые аппараты одеваются, они же тоже идут через вибрацию. Все мы прекрасно знаем, да, что у нас был композитор достаточно известный, который был глухим, и это его не помешало создавать такие великолепные произведения, потому что все шло через вибрацию, все идет у нас, у нас вообще все состоит через вибрацию. Почему я говорю, что очень важно облегчать свой организм? Это не говорит о том, что нужно обязательно убирать еду напрочь и все, это как минимум облегчать свое тело, облегчать восприятие самого себя, потому что когда мы начнем чувствовать вибрации вокруг себя, мы соединимся с этим миром, с тем, где мы живем, и мы истинно научимся принимать те моменты, которые нам подает сама Земля. И это очень важный момент. И когда идет вибрация, она может быть словом, она может быть шифром, она может быть именно вибрация, которая обычным человеческим ухом, ее можно не услышать. и мы через эту вибрацию начинаем кодировать себя. Просто дело в том, что либо мы начинаем себя кодировать, либо нас начинают кодировать. И здесь нужно очень четко сделать тот выбор, который вы хотите. Но сделать выбор это не так просто, то есть нет такого, что я хочу, чтобы меня не кодировали, я сама себя буду кодировать, я сам себя буду кодировать. Но чтобы к этому состоянию прийти, нужно очень-очень хорошо над собой поработать. Поэтому вот что такое зубы, я как раз во вчерашнем эфире говорила, что мы можем, там кто-то может абсолютно четко не есть там сколько-то лет. Но если ты не придешь к истинному познанию, что тебе нужно передать, передать следующему поколению, что ты должен принять от этой земли, от этой планеты, на которой ты есть. Если ты это не поймешь, то тебе зубы не нужны будут, твой организм их не вырастет, потому что он будет понимать, что ты пустой. Зачем тебе зубы? В пустоте зубы не нужны. Ты можешь быть автономом хоть миллион лет, но зубы у тебя не вырастут, если ты не поймешь, то ты должен передать как минимум звучанием что-то следующему своему поколению. И это очень важный момент. И я не говорю, что только зубы. Еще раз, я во вчерашнем эфире, по-моему, обмолвилась, что когда мне задали вопрос, и их очень часто задают, да, вот почему вот такой хороший человек, вот он сделал вот столько хорошего для чего-то, вот сделал столько хорошего для чего-то, и вот почему он все равно умер. Вот он, например, был и сыроеден там, и каким-то там еще там, или там голодающим несколько раз там в неделю, то есть достаточно чистый организм, и все равно умер от такой-то, например, болезни. Я вам, наверное, так скажу, что, ну, по крайней мере, как я чувствую, да, мы, к сожалению, очень многие, если в чем-то развиваемся, мы начинаем развиваться в каком-то 1, 2, максимум 3 аспекта. Мы не видим себя на 360 градусов, мы не понимаем, как мы должны развиваться, и это действительно так. То есть, если мы не знаем, что такое, что есть, например, такая-то планета, то мы ее не можем изучать, потому что мы вообще, в принципе, о ней не знаем. И здесь как раз, наверное, то же самое стоит, да. То есть мы на сегодняшний день, я на сегодняшний день не могу затронуть все аспекты изучения, потому что о некоторых аспектах я даже не предполагаю. Мне о них, к сожалению, никто не может сказать, никто не может поделиться. То есть до чего я самостоятельно дохожу, я начинаю это изучать, начинаю это изучать, начинаю это показывать и рассказывать вам, насколько я это вижу, насколько я это могу преподнести. Возможно, я, конечно же, не истинна в последней инстанции. Я именно говорю вам то, что чувствую я, что я проживаю. Вот. Вы можете с этим соглашаться, можете не соглашаться, конечно же. Вот. Но на сегодняшний день я вижу это так. То есть чтобы, если мы говорим о том, чтобы как отрастить зубы, вы должны очень четко понимать, а зачем они вам? То есть не для того, чтобы быть просто красивыми, не для того, чтобы просто ходить там всем улыбаться или рассказывать, что какой вы или какая вы молодец, что вот столько-то времени вы там, например, ведете такой образ жизни, и у вас отросли зубы. И как мне видится, что и насколько я знаю, слышала о тех людях, которые поменяли себе зубы, это те люди, которые несли какую-то определенную, очень важную информацию, несли в массы. Это как я вижу. И поэтому я четко понимаю, если вы готовы нести именно глубинную информацию, неповерхностную, да, неповерхностную информацию, которую мы там очень часто говорим, ой, а как же мне там почистить тело, а как же мне почистить то. То есть это поверхностная информация, это поверхностный слой наш. Мы на сегодняшний день, когда знаем только такую информацию, мы как верхний слой кожи на планете, который периодически обновляется, да, ну, чаще всего обновляется кожа у нас, вот, поэтому кожу быстрее всего сбросить этой земли, этой планете, вот. И чтобы более глубоко заглянуть в самого себя, потому что я и есть планета, ты и есть планета, чтобы максимально глубоко заглянуть в себя, нужно изучать себя. И когда ты понимаешь, когда есть в тебе те знания, которые истинно могут как-то привести тебя, других, к самому себе, то, наверное, для этого твой организм вырастет зубы, чтобы ты мог правильные вибрации передавать следующему поколению. Если в тебе этого нет, если ты поверхностный человек, если ты пустой человек, то зубы тебе, они, какой бы образ жизни ты ни вёл, они у тебя не отрастут. Возможно, я не права. Я не могу сейчас проверить, нет этой статистики. Но это только так, как я вижу. Я не знаю, слышно меня или нет, потому что я вижу, что на Ютубе я вот постоянно висну. и мне тут написали, наверное, вопрос, сейчас я его зачитаю. Привет, Светочка, ещё от звуков вибрируют разные участки головы, и теменя тоже. Может, как снятие блоков каких-то, идти по открытию канала, но это я чувствую просто так, так как пробую, экспериментирую. Да, когда мы ловим определённые вибрации, мы начинаем также вибрировать на этой же частоте. Когда я вам говорю, что есть несколько плотностей, и мы можем, мы, я могу, например, в нескольких плотностей на сегодняшний день существовать, кто-то может в больших плотностях существовать, кто-то в меньших плотностях существовать. Но на каждой плотности есть определённая вибрация. И эта определённая вибрация даёт нам определённые познания. И вот эти вот познания, они дают ещё более глубокие познания для самого себя, для самого меня. И это очень увлекательно, я вам скажу. Поэтому вот про зубы я именно вот такую информацию хотела вам сказать, потому что очень много вопросов задаётся, потому что зубы – это прям такой, наверное, пласт, который интересует большинство. Большинство интересует ещё, наверное, потому что это практически первое, да, что... практически первое, что у кого-то подвисает эфир. Да, ребят, у кого-то подвисает. Я думаю, что на Ютубе у всех подвисает эфир, потому что я вижу, я не знаю, как в Телеграме виснет эфир или нет, я вижу, что у меня Телеграм идёт хорошо, без зависов. А Ютуб как-то, да, подвисает. Так, у меня задаю вопрос. На автономии зубы хоть не вывалятся, но вообще, по идее, они должны обновиться. То есть мы обновляемся полностью. И если эти зубы выросли на всеедине, то когда мы меняем свой образ жизни, то у нас меняется всё. У нас меняются постепенно внутренние органы. Это уже ни для кого же не секрет, что они же не укрепляются, они не излечиваются, они постепенно меняются. Прям полностью меняются. То есть нет такого, что там одна почка отвалилась, вторая начала расти. Нет, это же как бы клеточный обмен идёт. Вот, и точно так же просто зубы, это кость, она до определённого момента эмаль у вас выравнивается и затягивается до определённого момента. А потом я думаю, что они всё равно должны поменяться. Я пока не знаю, я не могу вам ответить на этот вопрос, но я так полагаю, что если зубы плохие, то скорее всего организм их должен поменять. Вот, поэтому выпадают зубы на автономии или нет, то есть я не видела. А если зубы под коронкой, импланты тоже будут отторгаться, конечно импланты будут отторгаться, это уже замечено, импланты и пломбы, они будут вываливаться. Вот, это... Да, это и привет. Это есть такое. Как они будут меняться, я не могу сказать. Я могу только сказать, что я на себе чувствовала и чувствую, бывает до сих пор, что у меня чешутся корни, не дёсны, а корни зубов. Но, не знаю, мне пока бы не хотелось их менять, потому что я не знаю, как это проходит на автономии, правда не знаю. Нет такого, нет того человека, с кем бы я прям напрямую поговорила и сказала бы, у тебя все зубы поменялись, расскажи мне подробности. Но судя по тому, как у ребёнка и первые, и молочные зубы вырастают, и коренные зубы вырастают, то это происходит не за один год. И мне бы, конечно, не хотелось несколько лет ходить без каких-то зубов. Поэтому я пока к этому не готова, но если у меня будет информация, что вот на этом этапе у вас вы настолько чистый, настолько вы владеете своей волновой системой, что можете спокойно дать себе какое-нибудь указание, что за два месяца сменить полностью все зубы во рту, и чтобы они у вас были ровные, красивые, белые, здоровые. Нет у меня такой информации пока, но то, что импланты отторгаются, то, что эти пломбы вылетают, это, да, есть такое, что идёт вот это вот отторжение. Вот такая вот информация у меня, которую бы я сегодня хотела отправить. Волосы почти полностью у меня поменялись на очень редком типе питания. Зубы тоже, наверное, поменяются. Волосы стали гуще и пышнее. Ну, наверное, я вам про волосы не могу сказать прям однозначно, да. Вот. Я могу сказать, что седые волосы, они действительно уходят, но нет такого, что прям полностью все уходят. Но у меня были очень-очень седые волосы. Вот. И, ну, наверное, у меня пигмент вернулся процентов на 50. Вот я бы так сказала. То есть у меня ещё есть седые волосы, у меня нет такого, что у меня там не все. Но по сравнению с тем, что у меня было, это, конечно, вообще небо и земля. Вот. А насчёт того, что гуще стали, я, наверное, не могу этого сказать, прям, что они прям гуще у меня стали. Они у меня как-то вот... До беременности у меня были ещё гуще. Вот. А сейчас они, ну, просто, ну, наверное, обычные. Может быть, чуть гуще, чем у... Ну, чем гуще, чем у большинства. Вот так бы я, наверное, сказала. Потому что изначально, чтобы просто понимать, что какие волосы... Изначально, может быть, встречали, да, вот такие вот чёрные резинки были, ну, по крайней мере, в моём детстве, может быть, там кому-то меньше 30, они не застали. Вот эти вот чёрные резинки, вот эту чёрную резинку я с трудом одевала на один раз на хвост. То есть вот такие вот у меня волосы были. И вот эти вот заколки были, автоматы, да, которые... Вот эту вот перекладинку я убирала, и я никогда не могла застегнуть на свои волосы. То есть я могла только половину волос и то, как бы, чуть меньше половины волос закрепить без вот этой перекладинки. Настолько у меня были густые волосы. То есть если их брать, то они, наверное, вот прям вот такие вот были. Очень-очень густые. Вот сейчас, наверное, как бы, ну, может быть, не в половину, но где-то так. Поэтому я как бы то, что густые, не густые, я этим пока не страдаю, мне хватает. Вот. Если есть, ребята, какие-то вопросы, то задавайте, и если вы пишете, может быть, кто-то хочет задать, может быть, кто-то хочет руку поднять. По-моему, здесь как-то руку поднимаешь, и я могу вас послушать. Либо можете в чате написать, либо в ютубе написать. И я отвечу на вопрос. Ага, так, по-моему. Как включить? Так, я, Свет, я разрешила тебе говорить, подключайся. Ты что-то спросить хотела. Света, а ты говорила, нам сегодня расскажешь, как нам чистится перед трехдневным заходом? Или это будет в закрытом чате? Это будет в закрытом клубе. Ага, а после этого эфира, мы идем на эфир, и там уже буду говорить. Ага, хорошо. А еще я хочу спросить, получается, ты не себе остановила вот это обновление зубов, да? То есть у тебя зубы, вот, чесали, но ты как-то остановила этот процесс? Ну, наверное, то, что я остановила процесс, наверное, мне кажется, это все-таки громко сказано, потому что я не настолько владею своим телом. Но я очень не хотела, чтобы они у меня на данный момент менялись, потому что я морально и, наверное, физически к этому не готова пока. Вот. Но то, что там, что я их остановила смену, я, во-первых, не знаю, была ли это смена, либо это какие-то иные процессы. Вот. Поэтому, конечно, то, что остановила, это как бы громко сказано. Пока не готова я дать прям такую информацию. А вот еще хочу спросить. Вот когда зубы, они, допустим, давно выпали, там же уже кость ушла, там, по сути, кости-то нету, где должен расти зуб. Вот эти кости, они вообще восстанавливаются? Или там, где уже нету, получается, кости, там уже зуб не вырастет? Нет. Почему восстанавливаются? Кости, это же такие, это же те же самые клетки. Чем они отличаются от кожи, от волос? Те же самые клетки, просто они немножечко иного свойства, они точно так же восстанавливаются. То есть есть же, как они называются, есть случаи, и они в интернете, в открытом доступе. Я еще их очень-очень давно смотрела на Ютубе, что, например, там у мужчины глаз вырос, то есть глаза не было, там очень длительный период, там десятилетия, да, у кого-то там зафиксировано, что выросла там какая-то конечность, причем это не единичный случай. Вот. И не всегда это вырастало даже на автономии. То есть это, когда человек ловит себя на каких-то определенных вибрациях, то он может себе эту ДНК продолжить. И еще такой момент, я не знаю, как его правильно вам описать, но все-таки попробую. То есть смотрите, есть мужчина, есть женщина, да, и у них рождается ребенок. Вот. И, например, у мужчины по каким-то причинам там нет ног. Ну, там, например, там на где-то там военные действия были, там или еще что-то, там катастрофа какая-то, не важно, все что угодно. Вот. У него нет физических ног, но ДНК ног, она сохранилась. И когда у них рождается ребенок, ребенок же не рождается без ног или с одной ногой. Ребенок рождается с двумя ногами, потому что от папы он принял, например, ДНК полностью полного человека, то есть цельного человека. Может быть, я как-то криво это рассказываю, но тем не менее, то есть у нас есть, все ДНК в нас уже заложены цельные, что у нас, если даже нет какого-то зуба, у нас она, он как бы ментально на другом уровне, он у нас есть. И нам его нужно, можно и нужно, если нужно, можно восстановить. То есть у нас есть этот задаток. Он никуда не делся. Понятно, я объяснила? То есть я еще четко вот этого процесса рассказать не могу, что просложить по полочкам. Но, наверное, поняли меня, что у нас все полностью, то есть у кого выпадают волосы и говорят, что вот я не знаю, что мне делать, вот я лысею. ДНК волос у вас есть, то есть волосы у вас есть. Просто на данном этапе восприятия волновой информации у вас нет волос. Если вы начнете в себе менять эту структуру волновую, у вас, они будут, потому что у вас они заложены, у вас они были, у вас они, они будут. То же самое с зубами, то же самое с конечностями, то же самое с удаленными органами, которые внутри нас. они у нас физически на каком-то этапе отсутствуют, но если нам нужно будет, если мы будем знать процесс самого себя, то мы их восстановим, потому что на другом уровне они есть. вот как-то да. Ну я поняла, да, как говорится, матрица осталась. А вот еще у меня вопрос, я в медицине вибрационно когда-то давно читала, почему у ящерицы отрастает хвост, потому что у нее, когда хвост отпадает, на конце не меняются, не меняются, как это, заряды. И когда, допустим, получается, лягушки тоже отрезали лапу и не меняли заряды, переключали, то у нее тоже отрастала лапа. И это получается, у человека меняется заряд, если у него что-то вырастает, так что ли? Ребят, никогда себя не сравнивайте ни с животными, ни с млекопитающими, ни с птицами. У нас абсолютно разная волновая структура. И когда мы начинаем себя сравнивать, очень часто задают вопросы, а почему тогда у животных зубы, а для чего им? Они что, тоже вибрациям передаются? А почему животные нормально спят, а люди нет? То есть про животных, например, я очень четко рассказываю на своих либо на ретритах, либо на марафонах по депривации сна, почему это происходит. То есть здесь я уже четко понимаю, почему, да? То, когда мне задают другой вопрос, я не исследую, мы начинаем исследовать животных, а себя мы еще так и не исследовали. Понимаете, в чем вот наша беда? Мы все время пытаемся куда-то лететь раньше, быстрее паровоза. То есть мы себя не знаем, мы себя не исследовали, но мы начинаем сравнивать себя с животными, как бы оправдать, почему у нас этого нет, а мы другие. Нам нужно сделать акцент на себе, себя начать исследовать, отстаньте от животных, от растений, там еще от кого-то, там от НЛО, там миллион всего. Начните с себя, никогда не зацикливайтесь, когда мы начинаем изучать животных, их проще изучить. Они абсолютно в другой плотности находятся. И мы начинаем думать, а, если вот это вот у них так происходит, значит и у нас так. Это не так, это то же самое, что когда говорят, вот там человек произошел от обезьяны. В смысле от обезьяны, что от обезьяны? И вот когда он начал палку, когда начал этот процесс, как он менялся, человек, как менялся, как менялась обезьяна в процессе становления к человеку. И там одно из записаний есть, то есть миллион этих описаний, каждый, кто во что угораз. И одно из записаний, то, что когда человек начал делать для себя орудия, то, чтобы палку хорошо держали, вот этот вот палец у нас изменился, что никак обезьяна изменился, чтобы держать палку. Ребят, посмотрите, как обезьяна лазит по деревьям, по веткам, мне кажется, она лучше палку держит, чем человек. Поэтому, как бы мы не сравнивали себя, мы все равно, мы в другой плотности, мы не можем от них отталкиваться, нам нужно прийти к самому себе, нам нужно изучить самого себя. И только после изучения самого себя, после изучения я, как я, есть планета, это вселенная, только после этого мы можем о чем-то другом говорить. То есть, когда мы начинаем исследовать свою одежду, не исследовав себя, то как бы смысл, что мы там будем исследовать, не зная, на что ее одеть, когда мы себя не видим. А когда мы себя знаем, то мы четко знаем, как нам одеть какую-то определенную одежду, потому что это я создала, понимаете? Планета создала все то, что есть на планете, а я есть планета. Вернитесь к себе. И тогда все вот эти вот моменты, которые есть, они будут открываться. Это мое мнение. Это я так считаю. То есть я все-таки настроена изучать больше людей, чем ориентироваться на других особей. Да, спасибо большое. Ребят, есть еще вопросы? Есть? Так, сейчас, секунду. Говори, Максим, я так понимаю. Алло, доброго вечера. Слышно? Да, 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 слышно хорошо. Ага, замечательно. Случайно нажал на ссылку, перешел сюда в эфир, увидел тему зубы. Ну, я тоже практикующий автоном, поэтому думаю, что не случайно это все произошло. Здесь можете в двух словах сказать тему, чтобы я, если задал вопрос, то он сильно не резонировал с тем, что здесь обсуждается. Я говорила про зубы. Почему нам нужны зубы и что зубы – это вибрация в первую очередь. Ух ты. Можно тогда вопрос такой максимально бытовой, который, наверное, в первую очередь задают. Вот, мол, эти мясоеды любят говорить, что у нас клыки и так далее, что нам мясо надо есть. Что им отвечать? Да, ничего не отвечайте, отстаньте от них, не навязывайте им, скажите здорово, кушай мясо. Вообще, по большому счету, каждый зуб, он дает определенную вибрацию. Каждый зуб, потому что у нас нет, у нас есть на одной стороне одни зубы и на другой стороне, как бы, такие же зубы, да. Но каждая сторона, она дает свою вибрацию. То есть, если вы будете чувствовать, когда вы разговариваете, если вы будете за собой следить, то определенное слово, определенный звук, в каждом слове звуки разные. Например, с, с, в каждом слове они будут разные. Вот, и в каждом слове у вас звук пойдет либо вправо, либо влево. И если он ударяется в какой-либо зуб, то идет разная вибрация. И через клыки у нас идет другая вибрация, то есть, они все разные. Вот они зацепились за клыки, потому что они увидели у, господи, как они, у хищников эти клыки. И, и что? Вот, у них еще есть, у хищников еще есть ногти. Но это же не значит, что они предназначены для чистения, для чистения апельсинов. И у нас есть ногти. Это же не значит, что мы должны закапывать свои какашки. Вот, а то у них получается, как бы, одно, одного мы придерживаемся, а второе не про нас. Нет, уж давайте тогда про все будем говорить. Здорово, здорово. А вот второе просто зря могу задать? Да-да-да. Вот слышал, ладно, мне суть. Меня сейчас, мне вырвали, ну, удалили коренные зубы, как-то девятки, восьмерки. И один зуб, получается, семерка отошла от шестерки. В общем, образовалась небольшая щель, туда попадает еда. И, ну, и, соответственно, там надо ее периодически проечать, будь это травка какая-то или еще что-то. Вот что-то есть такое необычное по этому поводу, что, мол, там, не знаю даже, что сказать. А трава какая-то? Ну, тот факт, что сейчас у меня появилась между зубками щель, и туда попадает... Хотите какую лучше траву, чтобы прочищать? Хочу, чтобы туда, наоборот, ничего не залетало, и не гнило, и не надо было вычищать, и не болело. А чтобы ничего не попадало туда, там только, получается, у вас три варианта. Первый вариант – ничего не есть, ничего попадать не будет? Второй вариант – это познать себя и отрастить этот зуб. И третий вариант – это поставить туда что-то у стоматолога. Я не знаю, что они там ставят, там, мосты или импланты, или коронки, вот что-то вот. Три варианта – это на ваш выбор. Единственное, я эфир сейчас сохраню, и под этим эфиром я вам напишу пасту. Ну, как пасту, не пасту, а чем я определенное время как-то пользовалась. Мне нравилось. То есть перед тем, как почистить зубы пастой, я чистила вот этим раствором, который сама делала. Минутки три-пять с ним ходила, а потом счищала просто обычной пастой детской, которая смотрела там, чтобы без всяких там фторов, еще что-то было. То есть это когда около, у меня около десен, такие вот как бы были ямочки. Ну, наверное, они у многих есть, вот, чтобы для восстановления максимального было. Вот, я такое, я вам напишу, и если кому-то будет интересно, можете себе такую сделать. Понял, круто, спасибо. А тогда, вот сразу, даже вот как раз про пасту, то, что заговорили, слышал такое, что как бы чем чище питание, тем, ну, соответственно, и в ротовой полости чище, и можно уже отходить от зубных паст, или соды, или там кокосовым маслом, к примеру, зубы чистить, или там перекисью водорода. Ну, что-то по этому поводу скажете. Может, действительно, особо и не надо ничем зуб чистить, когда уже на чистый питание перешло. Ну, смотрите, все любят говорить, да, что вот когда на чистых днях волосы не пачкаются, кожа не пачкается, зубы не пачкаются. Это, ребят, ну, вы же не в вакууме живете. Ну, я не знаю, ну, вот я, например, живу, я хожу по улицам, на которых есть пыль, ездят автомобили, я разговариваю. Я, конечно, у меня нет такого, что я каждый день чищу зубы, но мне нравится чистить зубы, и я не чищу, не чищу, не чищу с перекисью. Мне не очень приятен этот, у меня нет после перекиси такого состояния, что я почистила зубы в состоянии свежести, да. Я либо, у меня есть травы, да, я вот туда очень много мяты, например, добавляю. Я либо травами счищаю, чтобы был мятный запах, мне это нравится. Либо у меня есть паста, я немножечко, совсем чуть-чуть делаю пасты. Но это бывает редко с пастой, но тем не менее мне это нравится. То, что касаемо волос, я их тоже мою, потому что, ну, представляете, вот я на велосипеде еду, и сейчас еще, ладно, зима, а если летом, у меня просто там клондайк-мошкары. У меня она путается. Мне невозможно не мыть голову, поэтому я и голову мою, я и тело люблю смывать. Единственное, что у меня нет такого, что я какими-нибудь там мыло какое-то агрессивное, там еще что-то. Либо я беру ручную работу, какое-то мыло, либо я могу вообще просто так сполоснуться. Мне, я вообще, мне нравится в холодной воде, под холодным душем споласкиваться. Я это делаю несколько раз в день, потому что я без холодной воды, я не могу, вы потом почувствуете, что холодная вода вас собирает. Мы, наверное, сделаем потом эфир, что такое вода, да, и почему холодная вода. Во-первых, она очень хорошо собирает. У меня не всегда есть возможность съездить на природные источники. У меня нет автомобиля. И, ну, хочется себя охладить. То есть, у меня нет такого, что я горю, но я люблю холодную воду, вот так вот, скажем. То есть, у меня есть такая потребность, я люблю. Бывает, несколько раз в день бывает, несколько дней вообще в воду не захожу. Вот, но холодная вода для меня это прям люблю. Ух ты, здорово. Вот, это, кстати, тоже начало такое появляться, чем чище питание, тем больше как-то это такая, к холодной воде какой-то, там, руки холодной водой начинаешь мыть, потом лицо умываешь, ну, как-то привыкаешь, приятно становится. А вот по поводу вот этих шампуней, гелей, то есть, вы не пользуетесь этим особо? Нет, у меня шампунь есть, он, как он называется, бессульфатный. У меня шампунь для пудрявых волос бессульфатный. Потому что они у меня, как бы, такие, если шампунь и кондиционер. Потому что, если я помою шампунем без кондиционера, я вообще буду, как лев у меня. То есть, у меня вот так вот они просто будут. Вот, поэтому мне это, как бы, нужно. Гели, я, в основном, мне нравится мыло ручной работы. Вот, я беру вот такие вот мыло ручной работы, его надолго хватает мне, я, потому что не часто. Вот, сухими шампунями я не пользуюсь. Для меня неприятно, когда на голове что-то чувствуется, типа талька, что-то такое. Там же практически везде тальк. И он, он как будто бы запоривает кожу, вот эти вот все сухие шампуни. И я прям, я его очень сильно чувствую. Мне хочется побыстрее его смыть, потому что для меня это прям невозможно. Это то же самое, что когда ногти лаком покрываешь, я чувствую, что не дышат ногти. То есть я очень хорошо это чувствую. Косметика какая-то. Я максимум могу иногда бальзамом губы помазать. То есть никакой косметики, никаких лаков, никакого сухого шампуня. Это нет, не могу. Вау. Все, спасибо. Сразу разведили поток мыслей. Благодарю. Так, Ольга. Ольга включила. Ольга руку поднимала или нечаянно нажала. Все, слышно теперь? Да, слышно. А я микрофон не включила, просто первый раз выхожу. У меня такой вопрос. Значит, вот у меня как бы были молочные зубы, и, значит, их, они, ну, как выпали, какие-то выпали, какие-то удалили. И на их месте, как бы, коренные зубы не выросли. То есть у меня, как бы, с каждой стороны не хватает по одному зубу. Вот. Ну, вот как вот с твоей точки зрения, вот то, что ты говорила, что, как бы, у нас все заложено. И, как бы, эти зубы где-то там заложены. Но, как бы, делали рентген, то есть там зарудышей коренных зубов, в принципе, нету. И так у меня, я уже на пенсии, но у меня до сих пор вот эти коренные зубы с каждой стороны по одному не хватает, как минимум. Вот почему такое, вот, ну, как бы, с твоей точки зрения могло случиться? Ну, это генетически как-то. Я сейчас не могу прям сказать, это нужно смотреть, почему. Генетически, это у вас, это в любом случае ответ у вас есть. Готовы вы его себе озвучить или нет, это уже другой вопрос. У нас свет отключили, поэтому я сейчас еще с вами чуть-чуть, чтобы сохранить эфир. Понятно, я думаю, почему-то, почему вы в темноте. Я вот попыталась, да, свечки здесь поставить, я не знаю, видно их или нет, потому что вот как-то так. Вот, поэтому нужно смотреть, у вас они, если там были изначально молочные зубы, если они были, то, значит, и коренные там, то есть эти хвостики есть. Либо нужно смотреть, почему они отсутствуют. Возможно, у вас изначально был на одном корешке двойной зуб, такое тоже бывает. То есть две шляпки зуба, что как будто бы два зуба, а корень один. Я с этим тоже сталкивалась. Ну, понятно. Просто как бы у меня один молочный зуб был очень-очень долго, я сопротивлялась. Но врач говорит, ну это же молочный зуб, типа его вырвать надо и вырастет коренной. Но как бы выдрать-то его выдрали, а коренной так и не вырос. В общем, вот такая вот тема. Ну да, у нас некоторые стоматологи прям садисты. Я очень так рада, что у нас есть хороший стоматолог. Он в другом городе сейчас. И когда я со старшим ребенком к нему пришла и говорю, вот у него там вот такая-то дырка, может быть, какую-то пломбу поставить. И он мне очень подробно рассказал, как пломбы, почему они не держатся на детских зубах, и зачем это нужно. И когда я хотела поставить его, чтобы выправлялись зубы, потому что они у него, передние зубы прям вот так вот стояли. Не так, как положено, а вот так. Он говорит, не надо, не надо. Он вырастет, челюсть вытянется. Говорит, зубы-то, говорит, они не растут. Какие есть, такие есть. Поэтому они изначально растут криво. Потом, когда в процессе того, что кость растет, то есть череп растет, зубы у ребенка начинают выравниваться. Но если кто-то рано из родителей ставит брекеты, то это нарушение, то есть они насильственно раздвигают челюсть, как она не должна природно расти. И от этого у ребенка начинаются отклонения в мозговой деятельности. Представляете, какой процесс? И действительно у меня ребенок вырос, у него идеальные зубы, у него вытянулась челюсть, все зубки стали на место. У меня у младшего сейчас вот так вот тоже криво-косо зубы, и они потихонечку начинают выравниваться. И мне вот тоже некоторые мамочки говорят, что у вас нет денег на своего ребенка, поставьте брекеты. А у них практически сейчас у всех детей 8-9 лет, когда у них начинают самый такой период в шахматном порядке зубов. Практически у всех стоят эти брекеты. Но мне уже неудобно родителям сказать, что им сказать там, уберите свои брекеты, иначе у вас у ребенка будет отклонение от мозговой деятельности. Они уже поставили, они сделали свой выбор, я туда не лезу, просто как бы молча это переношу. Но это тоже есть, как бы тоже вам, кому-то, может быть, на заметку. Ну, кстати, у нас брекетов не было в моем детстве, но вот пластинки, вот эти вот, пластинки, да, мне тоже что-то там, это сдвигали вот эту щель впереди, между зубов. И вот пластинки я вот эти носила, которые постоянно подтягивали, все это было неприятно, конечно. Да, щель у зубов, это люди с щелочкой. Да, люди с щелочкой, у них своеобразный склад ума. То есть вот эта вот щелочка, она говорит, что мозг точно так же вот здесь вот работает. И если ее убирают, сдвигают как-то тоже брекетами, то это очень плохо, потому что здесь мозг, он тоже начинает двигаться и пережимает определенные капилляры и сосуды. Наши зубы напрямую связаны и с головой. Поэтому тут тоже очень-очень-очень нужно подумать, прежде чем все это делать. Получается, вообще брекеты не стоит носить, и, наверное, во взрослом состоянии тоже? Во взрослом, ну, вообще, по идее, да, это как бы неестественный процесс. Так, у нас свет включили, ребят, сейчас попробую здесь включить свет. Да, выравнивание модели зубов, это неестественный процесс. Точно так же, как и вытягивание волос утюжками, да, девочки меня поймут, вот. Это неестественный процесс. Поэтому, когда мы начинаем выравнивать зубы, это красиво. Нас всех приучили от естественности к красоте, да, вот поэтому мы начинаем там себе что-то вкачивать, какие-то губы делать, не знаю, там, подтяжки какие-то делать, зубы выправлять, там, импланты ставить, там, на грудь очень девочки, да, очень многие начинают это делать. То есть начинаем себя накачивать, начинаем себя исправлять неестественно. И это отражается же на нас самих. Да, потому что, вот я хожу с кривыми зубами, и мне так хорошо с этими кривыми зубами, и как бы главное, чтобы они были здоровые. Вот, поэтому, нет, это очень важный процесс, когда мы говорим особенно о зубах, это прям крайне важный процесс. Они очень связаны с нашей мозговой деятельностью, потому что волновую информацию, которая переходит через зубы, у нас обрабатывает, в первую очередь, это мозг. Поэтому, как только мы меняем, мы меняем всю полностью мозговую деятельность, особенно у детей. Получается, вот эти брекеты могут и как-то на психике отразиться? Конечно, безусловно, безусловно. Получается, любое вмешательство, это вмешательство в природу нашу. Да, наше естественное состояние, это вообще изначально, это ходьба, это бег, это любая физическая активность. Почему у нас очень часто у многих начинает геморроидальная кишка вот эта вот вываливаться? Потому что нет той активности, которая предполагается. То есть у нас изначально предполагается наша физическая активность, она постоянная, то есть с утра до вечера она постоянная, это активность. А мы как, Люба, мы сходили на два часа в зал, поднатужились, чтобы ее еще больше распернуть, и сели в машину, сели в офис, сели в кафе, сели еще куда-то, и сидим и думаем, что у нас все замечательно. Это наше неприродное, точно так же, что и с зубами. Но посмотрите на наших, вот я даже смотрю, у меня отец, он умер, и у него не было двух зубов, которые выбили ему в молодости. Все остальные зубы, они у него были идеально белыми и идеально здоровыми. Он никогда не чистил зубы, у него даже не было зубной щетки, у него никогда не собирался налет. То есть представляете, насколько эмаль была отталкивающая любую микрофлору, которая попадала на эту эмаль. И его там предки, да, они тоже так же были. И посмотрите, сколько наши родственники, да, вот наши предки, они когда умирали в определенном периоде, да, давайте так скажем, то есть у нас был период, когда мы с зубами ходили очень долго, и когда делают раскопки, там, например, какого-то древнего человека, да, нашли, у него, как правило, что находит? Череп со всей пилорамой зубов. Вот. И в определенные времена там нескольких зубов не хватало. А сейчас что у нас? У нас сейчас, вот попробуйте найдите, у нас же практически все сейчас наставили вот этих вот, как они называются, керамических, да, как кости восстанавливаться. Она же восстанавливается. Не важно, на каком мы питании, в любом случае обновление, клеточное обновление, оно у нас в любом случае происходит. И это клеточное обновление, как оно будет происходить под этими коронками? Как оно будет происходить под тем, что у нас есть вот под ними? То есть оно все равно, оно затормаживается, это происхождение, ой, происхождение, Господи, честно говорю. То, что вот это вот обновление затормаживает, то есть клетки не дают поменяться, потому что она зажата определенным клеем, да, она дает сигнал в мозг. То есть как это происходит? Это я вам самым обычным языком говорю. Я не ученый, я не медик. Это я вам говорю только, как я вижу. И, в принципе, вы это можете посмотреть, насколько вам это заходит. Она дает сигнал, что здесь ничего менять не надо. Здесь проход закрыт. Здесь все, вот этого аватара, здесь все устраивает. И что он начинает делать? То есть восстановление этих костей, зуба этой кости, не идет, потому что наставили этих имплантах, я не знаю, как они называются, которые, все зубы, которые меняются, не знаю, тоже, наверное, коронки называются, да, которые поменяли все эти зубы. Как у них будет восстановление? То есть, а изначально идет от зубов, а потом идет все остальное. То есть все, вся полностью клеточное восстановление, оно полностью все затормаживается. Начинает... А, виниры называются, да, спасибо, святое. То есть все вот это вот начинается с зубов, потому что они ближе всего к мозгу, да, и получается, что они дают сигнал, что не надо восстановления, и у нас начинается все здесь затормаживаться полностью по всему организму. Поэтому, когда мы что-то вмешиваемся во что-то, нужно быть очень аккуратными. Вот я бы так, наверное, сказала, да. Это касаемо и про... Когда мы начинаем, там, например, красить волосы, да. Есть какие-то природные красители. Ну, какие природные красители? Вот я могу сказать, например, по себе, да. Если я, например, сделала маску с корицей, да, то у меня волос моментально эту корицу впитал, и они у меня такие с золотистым оттенком получаются. Это не краска, это естественный продукт, и если он впитал, значит, на сегодняшний день ему так нужно. А если мы говорим о какой-то химической краске, то точно так же этот пигмент, он не будет восстанавливаться, он будет отмирать. Пигмент начинает на волосах отмирать, и человек становится еще более седым, 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 потому что точно так же идет импульс, что здесь пигмента не надо, как бы он сам это делает, человек. Ну, как бы понятно, что клетки не могут там рассказать, да, что всю цепочку что-то, ой, туда не ходи, там опять эта краска. Имеется в виду, что когда пигмент вкачивается химическим путем, он не может восстановиться, поэтому восстановление не идет. А идет точно так же отмирание, 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 потому что нет процесса восстановления. Точно так же, посмотрите, вот у меня, например, бабушка, она была седая, да, а прабабушка, она была не седая, вот, она была, у нее достаточно много на ее возраст осталось пигмента волоса. Тоже это, как бы, вот такие процессы, которые нужно отслеживать. Они же все на поверхности лежат, просто мы очень многих вещей не хотим замечать, нам это неудобно, потому что если мы это будем замечать, то тогда как вот, все будут ходить седыми, некрасивыми, да, хотя у нас есть, как наши бабушки рассказывают, очень много народных средств, когда мы помогаем пигменту восстановиться, помогаем пигменту восстановиться, не закрашиваем седые волосы, а помогаем пигменту восстановиться. Это два разных свойства, да, вот, когда мы начинаем помогать своему организму что-либо делать, то есть мы можем себя сделать настолько красивыми, насколько мы хотим, Ну, то есть мы изначально уже красивы. Я вот смотрю на девочек, которые вот с макияжем и которые без макияжа. Мне кажется, что без макияжа более свежие, они более красивые, как-то более, ну, такие вот какие-то вот родные, что ли. Вот, а когда с макияжем, все, ты наложила макияж, ты как будто бы маску одела. Естественно, точно так же под макияжем. Почему портится очень сильно лицо? Там начинает течь лицо, да, как говорят косметологи, там еще что-то. Но представляете, постоянно клетка не может дышать, она постоянно, у нее точно так же нет этого восстановления. То есть она не может восстановиться, потому что она постоянно чем-то замазана, чем-то закрашена, чем-то залеплена. Конечно, эти процессы, они, они не бывают бесследными. Это в любом случае это все есть. И могу сказать точно так же, что с нашими волосами, да, вот которые вот там девочки начинают удалять волосы. Вот тоже, когда мы переходим на сыроедение, многие, наверное, даже на себе ощутили, кто вот, например, длительное время был на сыроедении. На сыроедении что получается, а чаще всего человек мерзнет. И ты как будто бы покрываешься дополнительным пушком. То есть, может быть, мужчины этого не заметят, а девочки, мне кажется, очень хорошо это видно. И девочки, которые, например, болеют анорексией, это разные вещи, да, но тем не менее, вот. Они же тоже очень сильно мерзнут. И которые девочки болеют анорексией, у них повышенная волосатость идет на теле, то есть не на голове. Там, наоборот, у них все убирать. А, например, там мусики начинают расти, там на щечках вот эти вот волосы, ручки очень сильно, ноги, естественно, да. Это о чем говорит? Это говорит о том, что тело пытается нас согреть. Оно пытается нас как бы защитить от этого. Но когда мы переходим на практически жизнь без еды, либо без еды, у нас вот эти вот волосики, они практически пропадают, потому что ты, у тебя идет терморегуляция, она идет абсолютно другая, и тебе, наоборот, больше горячо всегда. И вот этим волосиком тебя уже не надо защищать. То есть у тебя становится уже такая более гладкая кожа. У тебя их практически нет. Это тоже процессы. Это же, если мы начнем это все замечать, мы поймем, как мы работаем. Вот я про что говорю. Ребят, есть еще вопросы? Можно вопрос немножко не по теме? А вот веснушки, родинки, это вот что, грибки на коже? Нет. Веснушки – это естественный пигмент кожи человека от определенного цвета глаз и волос. А родинки, они, есть родимые пятна, они определенно передаются по ДНК, а есть родинки. Вот родинки, они, в принципе, на теле не должны быть. То есть родинки, они практически пропадают, когда мы начинаем малоедеть. А веснушки – это другое. Это именно свойство кожи. Свойство кожи как показатель. То есть, как сказать, веснушки, они же когда появляются? Вот у меня, например, есть веснушки. Я такая слегка рыжая, но не рыжая, а прямо уж такая. И когда начинается весна, солнце, то есть кожа, она начинает приобретать другой оттенок. То есть я очень быстро загораю, и веснушки тогда уже сглаживаются. Но как только солнышко начинает выходить, кожа как будто бы дает определенный сигнал. Потому что веснушки, они же зимой не вылазят. Они как бы не пропадают, но они ярче становятся на первом солнце. Оно же становится ярче не осенью, не летом, а только на первом солнце начинают вылазить веснушки. Это мы, наверное, сделаем другой эфир про это. Я вам поподробнее расскажу про кожу, именно про пигменты, про веснушки. Но то есть если вы мне напомните, потому что я вам все время обещаю какие-нибудь эфиры, вы мне не напоминаете, я про них забываю. А вот с возрастом у людей идет, у многих пожилых людей на руках вот эти веснушки. Это не веснушки, это пигментация. Она даже как-то по-медицински называется по-другому. И там как раз вот эта пигментация идет. Если вы начнете практиковать сухие дни, то у вас кожа, она будет выравниваться. Это даже может подтвердить, по-моему, Лариса мне говорила. Вот она, вот которая у нас, Лариса, в чате есть, в школе автономии. Она, которая выходит на 9, на 12 сухих дней, так постоянно вот она дядя. Вот, у нее кожа выравнивалась. Если я не ошибаюсь, по-моему, она мне говорила. На сухих днях она выравнивается, но это не веснушки. Нет, веснушки – это свойство человека, оно идет с детства. Вот, причем веснушки, они бывают разных категорий. Бывают веснушки только на лице. Это чаще у тех людей, которые хорошо принимают загар. Потом есть веснушки на лице и на руках, особенно вот здесь вот, да. Это, как правило, уже белокожие люди. А если веснушки здесь, здесь и там, то они вообще не восприимчивы к солнцу. Они разные бывают абсолютно. Это разный тип кожи, разные люди по структуре ДНК. Светлана, а можно вопрос по поводу зубов? Да. Да. Спасибо. Привет всем. Скажи, пожалуйста, вот один зуб долго болел, я перетерпел боли, и нерв, ну, скорее всего, умер. И осталось вот там внутри, как мне сказали после снимка, что как воспаление. И нужно его полностью учащать, ставить пломбу. Ну и раз такая пошла тема, может быть, ты в курсе или там как-то. То есть, переходя на... Вот сейчас я практически уже, так сказать, к этому очень близко, близок к так называемой автономии. К дням без еды, без воды. Стоит ли, как ты думаешь, заниматься этим зубом? Или все-таки есть надежда на то, что он постепенно, ну, как, кстати, восстановится, скажем так? Понятно объяснил? Нет ли как-то сумморно? Ну, смотри, попробуй. Во-первых, очень хорошо, смотри, когда у нас вымирает корешок у зуба, когда он отмирает, когда он болит, вот этот вот корешок у зуба, как мне объясняли стоматологи, может быть, я ошибаюсь, он становится мягкий. И чтобы его затвердить, наши бабушки еще так делали, и раньше пломбы делали на основе гвоздики. То есть гвоздика, либо масло гвоздичное, либо трава, ну, трава, видимо, не такой концентрации, как масло, да, делали ваточку на зуб, который болел. И вот этот вот корень, получается, вот это вот масло гвоздики, оно микробы выедало, а корень, он становился жестким. Почему на основании гвоздики делали вот эти вот пломбы? Жесткий становился. И когда становился жесткий, то он мог уже какое-то, ну, длительное время ты можешь ходить с этим зубом. И я знаю, что за рубежом у нас как-то был марафон, у меня был, и у меня две девочки попались в одном марафоне, они обе стоматолог. Одна то ли из Латвии, то ли из Литвы, не помню, а вторая, по-моему, из Германии. Вот. И они сказали, что да, говорит, действительно, у нас очень, если ты не успел сходить на лечение зубов, у нас очень дорогая страховка по зубам. Вот. Поэтому у нас достаточно много людей, ну, как бы их знакомых, по крайней мере, да, которые пользуются вот этим бабушкиным методом. То есть если заболел зуб, если там что-то у них вышло, то страховка или там что-то еще, то на ваточку вот на этот вот больной зуб и на ваточку несколько капелек вот этого вот масла гвоздичного и на зубик. Вот если есть там дырка, если есть что-то открыто, я не знаю, попробуй, может быть, тебе тоже понравится, может быть, тебе это поможет как-то укрепить то, что осталось, и, возможно, уже тогда не нужно будет что-то налеплять на него, может быть, тогда уже, если он тебя не будет никак беспокоить, то, возможно, ты с ним уже так и проходишь до определенного момента, когда познаешь себя и вырастешь новый. Ага, понятно. Ну, в принципе, там единственная у меня, как сказать, сложность в том, что вот, знаешь, как вот эта семерка полна зуба, то есть получается вот верхняя часть, она раскрышилась, да, получается, условно говоря, там, ну, половины верхней части зуба нету, да, то есть она раскрышена, то есть получается он открыт, вот, а нижняя часть, то есть она закрыта, то есть где корень там, ну, нерв и так далее, вот это все закрыто, то есть нерв у меня болел там, ну, допустим, там 2 или 3 недели, вот были боли различные там интенсивности, они прошли, и вместо того сказать, да, что у тебя там все, как бы, скорее всего, умерло, и нужно просто туда залезть, соответственно, как бы, ну, и прочистить, и все такое. То есть, другими словами, то, что ты рассказываешь, это получается, оно, скорее всего, ну, как сказать, может поможет, может нет, да, получается, что вот проникнет ли туда, да, вот это вот гладичное масло или там какое-то вот такое, да. Ну, вообще, у тебя он начинал болеть, потому что туда проникали частицы еды. Если уж частицы еды туда проникались, с твоей слюной, ну, это точно так же, и масло, я думаю, что оно точно так же может проникнуть, как минимум, с твоей слюной туда. Я так думаю, что в течение, наверное, первых дней трех, если ты начнешь вот так вот делать, ты уже почувствуешь, как, насколько тебе это актуально. Трех сухих дней ты имеешь сюда, да, вот без еды, без воды? Ну, не, можешь, ну, было бы, конечно, здорово без еды, чтобы ты туда прикладывал, например, ваточку с, вот с этим, с гвоздичным маслом, да, вот, потому что без еды как раз у нас начинает вот перегорать все то, что нам не нужно. А вот тогда еще такой другой момент, тоже еще один был зуб, но, к сожалению, были боли такие, что я, ну, не смог терпеть, как сказать-то, ну, чтобы нерв полностью как бы умер, вот, и, ну, пошел к стоматологу, она мне сделала такие пломбу, очень много там хистила, потом поставила пломбу, ну, такая здоровая пломба, большая очень получилась, вот, и он поднывает время от времени. Вот, не сталкивалась ли ты с такой ситуацией, и можно ли что-то как бы там, ну, не знаю, подпринять вот в таком случае? Ну, я так думаю, что если она там чистила, мне, скорее всего, она что-то там недочистила, потому что когда их чистят, насколько я понимаю, то вытаскивают этот корень, этот нерв, то есть вот нерв – это корешок, вот, и туда им нужно, вот этот вот, вот этот туннель, им, скорее всего, нужно заполнить каким-то раствором, потому что он пустынным не может быть, пустотным, иначе там начнет развиваться инфекция, вот, либо она не полностью его закрыла, что там какая-то инфекция периодически развивается, что он у тебя иногда поднывает, вот, либо это твои какие-то процессы именно десны. Возможно, очень часто же мы начинаем чувствовать зубы, которые не, вот, например, болит один, а чувствуется, что как будто бы другой. Он же отдает на очень многие участки, уши очень часто отдают на наши десны, и нам кажется, что, например, болит зуб, а на самом деле это ухо так отдает. А, ну, наверное, знаешь, что тут еще, момент такой, у меня вот эти зубы, которые вот, ну, про которые сейчас рассказываю, последний, да, у него получается внизу, как бы сбоку, ну, то есть с внешней стороны зуба, там образовались, ну, и в этом, в частности, тоже вот, не в нем одном, но там их с соседним тоже, как дырочка такая вот маленькая, ну, она, в принципе, разрастается, то есть, чтобы я заметил, она больше стала. Вот, может быть, даже в нее вот начало попадать вот что-то такое вот, ну, то есть проникать, вот. Мне сказал стоматолог, что это как, как это, как она называла, вот это я забыл, ну, то есть вроде бы как это, типа, как это нормально, это у всех, а потом я начал смотреть, что на самом деле вот, допустим, с одной стороны там нету этих дырочек, а с другой стороны, вот, именно с внешней, ну, поняла, да, где вот получается вот, это семерка, допустим, внешняя часть, да, зуба, то есть, которая ближе к щеке, и вот внизу, как бы, получается, зубы, вот около щеки, вот там дыры, такие выемки, вот. То есть, ну, наверное, получается, может быть, с ними связано вот это вот. Но, насколько я понимаю, это неестественно. Возможно, но я на этот вопрос прям так конкретно ответить не могу, я же все-таки не врач, но если у тебя болят зубы, еще, ребят, нужно очень четко понимать, что смотря какой зуб болит, потому что это, ваши зубы, это точно так же ваши внутренние органы, и точно так же ваша мозговая деятельность. Это нужно понимать, что какое у тебя идет несогласие, что ты не можешь принять. То есть, есть же такая поговорка, еще все, наверное, слышали, да, не по зубам. Есть какая-то ситуация, которая у тебя не по зубам. Если зубы еще начинают болеть, то тоже нужно будет задуматься, что ты не можешь принять. Что ты не можешь дожать в своей жизни, но для тебя это очень важно. Это тоже же психологический момент. Тут нужно как бы рассматривать, каждую ситуацию нужно рассматривать с разных сторон. Это очень важно. Да, я взаимосвязь эту на самом деле нахожу, и нахожу это в частности и с едой тоже, и вообще с тем, что потребляю. Даже сейчас вот в последнее время стараюсь. Я тут, в общем, у меня в достатке кокосовая вода, ну, в смысле, в свободном, так сказать, вот, ну, живу в Азии. И кокосовая вода, я тоже заметил, вот, большая часть остается, когда, то есть, ну, в смысле, в рационе, да, вот она начинает даже, она вот вроде бы как, там, ее сравнивают с физраствором там, то есть, ну, по плазме крови, что-то она там близка. Но, тем не менее, даже вот ее действия, я чувствую, что, когда пью, да, вот, получается, что она на зубы тоже как-то, получается, влияет. То есть, ну, что-то такое вот, ну, как от воды, допустим, такого нет, вот, просто нейтральное, да, там, какое-то такое, когда зубы чистишь. Вот, не бывает. А вот от кокосовой воды, например, вот даже вот от нее, там, спустя какое-то время, после как выпил, раз, и вот такое, как, ну, как Женя иногда, иногда, то есть, ну, такие вот, как будто она там что-то разъедает или что-то, ну, в общем. Вот хотел спросить, у тебя был опыт, может быть, твой или кого-то, да, там, кого-то уже с кем-то и общалась, там, пила, не знаю, вот именно в плане кокосовой воды, как она вот влияет, ну, вот, стоит ли ее оставлять вообще, вот, ну, там, перед сухими днями, там, или там, ну, как-то на выходе сухих дней, вообще вот, или вообще стоит ли ее убрать, вот, ну, я могу сказать, что я вообще никогда, ни разу в жизни не пробовала кокосовую воду, но, единственное, что, когда ела вот это вот кокосовое молочко, наверное, в кокосах, да, вот, насколько оно было еще на Урале, жила, когда их ела, насколько оно там похоже, вот, но часто очень сухие кокосы на Урале продавали, вот, поэтому, прямо, чтобы, когда говорят, что вода там молодого кокоса, вот, на такат, ни разу, ребят, правда, не пробовала, не было у меня такой возможности, как-то, вот, это первый момент, и второй момент, все-таки я, наверное, склоняюсь, что там, где мы живем, вот, те продукты и нужно употреблять, потому что наше тело подстроено под этот климат, под эти продукты, которые мы, на которых мы, как правило, выросли, поэтому, если мы говорим про Россию, в которой не растут кокосы, то я бы, наверное, больше рекомендовала какую-нибудь, если вам обязательно что-то пить, то, наверное, бы рекомендовала, либо, если вам еще нравится вода, то какую-либо очищенную воду, либо вот через эти ионизаторы, да, по-моему, ее угонят, либо какой-нибудь легкий раствор, какой-либо травы, в зависимости от вас, то есть, каждая трава, она либо подходит, либо не подходит определенному человеку, поэтому по кокосовой воде, то есть, я не могу сказать, единственное, что, когда люди начинают переходить, я от многих часто слышу, вот я на кокосовой воде, вот она вот такая вот замечательная, но я ни одного человека не встретила, который бы перешел на автономию через кокосовую воду, то, что заходят на кокосовую воду, мало едет на кокосовую воду, этих людей я встречала и достаточно много, а чтобы перешли на автономию после кокосовой воды, ни одного человека не встретила, поэтому делайте выводы сами. Ну, это на самом деле сложно, потому что она сладкая, и я просто на своем опыте заметил, очень долго экспериментирую с ней, и когда начинаешь ее пить, там какое-то время, вот после нее хочется есть, то есть, она вызывает, ну, аппетит, и начинается вот этот процесс, ну, хотя бы ту же мякоть, а по кокосовую потом, ну, и дальше больше, и, в общем, как-то она затягивает, да, тоже заметил, что не получается, вот, в этом плане. Еще момент такой, вот, по поводу темы, да, зубов, вот, есть, допустим, остались восьмерки, то есть, коренные зубы, которые сверху, а нижней челюсти, их уже нету, ну, восьмерок, ой, в смысле, ну, да, коренные, вот, есть ли такой опыт, или, там, не знаю, опять же информация, стоит ли удалять, вот, те зубы, которые наверху, вот, восьмерки, да, если нету, я вообще сторонник того, что если есть возможность сохранить свой зуб, то нужно обязательно сохранять свой зуб, потому что, когда мы его удаляем, по каким-то причинам удаляем зубы, у нас идет деформация, десны, в любом случае идет деформация, поэтому, если есть возможность не оставлять пустое место, то, конечно же, его оставлять не нужно, и то же самое, когда начинают удалять вот эти вот зубы мудрости, просто повально, я смотрю, там многие, даже стоматологи, они, они просто рекомендуют, они говорят, это не нужные зубы, я не знаю, я немножечко этого не понимаю, но вот у меня они все, все на месте, эти зубы мудрости, и мне, мне с ними нормально, комфортно, поэтому, ну да, да, вот я как раз про зубы мудрости, потому что вот в нижней части нет, а в верхней есть, получается, когда смыкаются, смыкаются зубы, то получается, что, ну, условно говоря, они как бы в подвешенном таком состоянии, и еще там плюс в том, что, ну, минус в том, что там у меня, допустим, один зуб, он совсем уже практически разрушился, вот, и, ну, он такой чувствительный, там, ну, так вот, когда начинаешь щеткой даже вот водить, больновато, вот, и поэтому я вот спросил, вот, такой момент, нюанс. Я за то, чтобы все-таки все зубы были, но еще могу сказать, что очень, если зубов каких-то нет, особенно зубов мудрости, то очень сильно щечки вваливаются, прямо они такие со мной совсем, а если все зубы на месте, то такая более, больше округлость сохраняется, почему, еще, наверное, заметили, да, вот, например, там молоденькие, ребята, они более круглые на лицо, такие вот, прям, что упитанные, там, еще что-то, потому что у них, как правило, все зубы на месте, а когда уже мы подходим к определенному возрасту, то очень многих зубов нет, и, как правило, зубы мудрости, которые дают вот эту вот округлость к лицу, их очень мало остается у людей после 30 лет, и поэтому щеки, как правило, уже впадают, у некоторых они еще раньше, некоторые специальные кудыляют, вот, поэтому вот эти вот зубы мудрости, они дают какую-то более округлость к лицу, это я тоже могу сказать вам однозначно. Ты знаешь, бывает еще такой момент, точнее, в моем случае, когда стоматологу, допустим, в последний раз был, она просила открывать рот, допустим, очень широко, как правило, я вот и открываю, и потом раз, у меня такое хоба, и я не могу закрыть, то есть, получается, что, ну, как бы я скидываю это вот как раз на зубы мудрости, если бы их, находила бы, ну, более, так сказать, то есть, открывалась бы легче там, ну, и, соответственно, не было вот этих вот зажимов, хотя, вот, я не уверен. А зачем вам ее так открыть? Это неестественно открыть, это потому, что мы к стоматологу ходим, если мы к стоматологу не ходили, нам не нужно было бы их так открывать. Ну, это да, 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 это точно. Ребятки, я буду с вами прощаться, потому что у меня, во-первых, садится батарейка, и мне нужно еще, у нас в закрытом клубе сейчас эфир будет, мне нужно еще там провести эфир. Пишите комментарии к этому видео, я его сохраню, здесь оставлю, и, наверное, на ютубе выложим, потому что на ютубе, я так поняла, что трансляция прервалась, потому что там не потянуло, не потянуло интернет. Вот, пишите свои комментарии, конечно же, к видео, и пишите темы, которые бы вы хотели, чтобы я рассказала вам свое видение по каким-то вопросам. Вот, и я, конечно же, всех благодарю, всех обнимаю, крепко-крепко, спасибо, что задаете вопросы, спасибо, что смотрите, спасибо, что со мной, а я буду дальше вам рассказывать, как чувствую я, какие-то процессы. Всем пока!